Так, здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда канал Голос Истины, с большим уважением к вам дорогие родные люди. Так вот, я сегодня поделюсь с вами с одной очень-очень интересной статейкой, не мог с этим не поделиться, несмотря на то, что в последнее время почему-то у меня времени не было, чтобы записывать ролики, но когда есть время захожу в интернет, совсем другими делами пока занят был. Так вот, дорогие друзья, а вот сегодня решил, решил немножко поднять вам настроение, немножко, чтобы вы были в позитиве, это связано с проблемами, которые создал вот этот коронавирус, мирус людей загружает, у людей очень много проблем возникли, думают все время об этом, поэтому иногда нужно расслабиться, посмеяться, поприкалываться и так далее и тому подобное. Несмотря на все это, сегодняшняя наша тема очень и очень серьезная, прошу заметить это, запрещено смеяться, потому что это связано с нашими соседями, соседистанцами, великими, древними, историческими, армянами. Кстати, очень вас прошу, прошу, это моя просьба, когда вы произносите слова, такие слова, как «армения» или «армянин», обязательно перед этими словами ставьте слова «великие», «древние», «умнейшие», «исключительные», «выдающиеся», я не знаю, «впечатляющие» и так далее и тому подобное. Обязательно, потому что они попали в Красную книгу, мы их теряем, человечество не может себе позволить, чтобы они исчезли, потому что они действительно исключительные, исключительные, мы не можем их терять, потому что, почему имеется в виду, да, какая опасность, что можем их терять, потому что если не использовать эти слова, когда они не слышат вот эти слова «великие», «древние», «исключительные», «умнейшие» и так далее и тому подобное, у них мозг взрывается, у них вирус попадает во все дыхательные, недыхательные, во все отверстия вообще, вот паразиты, вирусы, они начинают погибать от того, что не слышат такие слова. Поэтому обязательно, дорогие друзья, используйте эти слова всегда. Это не важно, что вы при себе думаете в мозгах у вас, там, в душе, с какими другими словами ассоциируете эти слова, например, «великий», там, «очень низкий», я не знаю, «древние», «вчерашние», «анонимы», «синонимы», там, «топонимы» и так далее. Это не важно, что вы думаете на самом деле, да, самое главное, чтобы из ваших уст звучали эти слова. Например, в данном случае об этом великим человеке, великий армянин, умнейший, профессором, кстати, ученый Ваганьян, Ваганьян, натолкнулся на его интервью. Это просто шедевр, ребята. Давайте послушаем, давайте почитаем, что пишет, что говорит нам Виктор Ваганьян. «Математика с параметром времени», армянская «пансперимия». Или кандидат наук Виктор Ваганьян рассказывает. Так, тут о языке читать не буду. Там, естественно, все факты, доказательства, аргументы того, что все языки, которые существуют на планете, прабабушкой этих языков является армянский язык. То есть, все языки произошли от, от, от армян. Понятно, да? То есть, это бесспорно. Так далее там. А, давайте я вот так сделаю, да, чтобы видно было. Ну что, дорогие друзья, поехали? Давайте поехали. Останавливаемся на этой теме. О прилете армян с Сируса, армянской проистории, Арктики, Антарктиды и Америки. Что я тут вспомнил? Помните выступления наших ребят? Наши ребята вышли, пошутили, посмеялись. Все вы, в том числе и я. Сейчас поймете, да, я о чем покажу. Даже кусочек из выступления этих ребят. Наверное, уже догадались. Давайте вот так сделаем. Вот, 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 вот. Отсюда, по-моему, начинается. Давайте. Которые? Минуточку. Сначала поставлю. Армянского народа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так о чем я? Я о том, что, когда мы слышали, да, слушали выступления наших парней из Баку, они там пошутили по поводу, ну, троллили, жестко протроллили армянских экспертов, политиков, которые выступают на российских телеканалах. Ну, все вы видели. Кусочек давайте я включу, потом продолжу. Потому что к теме. Давайте поехали, дорогие друзья. Без смеха. Я запрещаю, вот, вот я записываю этот ролик, да, у меня авторские права, правильно на это. И я запрещаю всем, кто смеется при прослушке этого ролика, при просмотре смеяться, всем запрещаю, на что я имею право. Очень серьезная тема. Я, как этот исходитель древнего многосострадального армянского народа, требую, чтобы нам вернули все земли, территории, которые начинаются на буквы D-R. Ага, какие земли. Аргенсина. Арканзас. Аризона. Арктика. Наверное. И пионерский лагерь Арктеку. Ха-ха-ха. Проходи. По-другому, что. Армянский город. Кандагары. Он нам нужен. Верните горок. Ну, Кандагар не начинается на Арк. Вот у меня есть документ. который доказывает, что оказывается, арабы пишут задом-наперед. И если Каннагар прочитать так, получается ар-дар-дар. Ладно. Ладно, собираемся. Я читаю интервью. Виктор, да его звать? Ваганяна. Великого древноармянского ученого. И он такой древний, кстати, дорогие друзья. Такой древний-древний, что даже за руку здоровался с динозавром. Поэтому все, что он говорит, вы не имеете права не верить. Не имеете права. Запомни, я вполне серьезно. Вы когда-нибудь таким мне серьезно видите? Смотрите. Древние армянские, они свой алфавит считали необычным алфавитом, а завещанием богов, священным, неприкосновенным знанием своих космических предков, что согласно дохристианским вереваниям, запрещалось использовать. Представляете, да? То есть, до того, как они начали использовать древноармянский, который сперли у эфиопов, до того, как они начали использовать этот алфавит, они скрывали это, сохранили и не пользовались. Я же говорю, исключительный народ. Просто, ну, просто я не знаю. Ну, нет таких слов на моем лексиконе, чтобы выразить свое восхищение. Такие сокровенные знания, знания, из поколения в поколение, тайно передавались от анаитки, то есть, передавались жрецами солнечного культа своим преемникам. преемникам в надежде, что их настоящие авторы, их настоящие авторы снова посетят Землю, нашу планету, и увидят свое чудотворение в сохранности. Сейчас, минутку, все вы поймете, что они имеют в виду, какие там авторы, откуда, чего. Согласно древнейшим преданиям, арийцы, армяне, прилетели из системы Сириус. Поняли, да? Сириус, армян, да? Ладно, я как авторы, я имею право, но вы не смейтесь, я запрещаю, вот кто будет смеяться, я заблокирую. Сириус, собираемся, как задорнов, земляпухом, соберитесь, вот соберитесь, он всегда говорил, готовы, готовы? Сириус, армянское слово, на древноармянском означает «высокая любовь». Как установил академик Геруни, «ус» в армянском языке изначально означало «высокий», «високий». Словом «ус» арийцы обозначали нечто высоко расположенное, плечо в современном армянском языке «ус». В русском «ус» в русском «ус», я не знаю, окончание имен и фамилий у некоторых индоевропейских народов, указывающие высокое положение и так далее и тому подобное. Вы поняли, да, откуда армяне пришли? Я теперь понимаю вот этих азербайджанцев, азербайджанцы есть те, которые с Алтая кочевники пришли. Я теперь понимаю, почему эти азербайджанцы армян называют кочевниками пришли. А рассмотрите, откуда они пришли. Ладно, эти азербайджанцы из Алтая вот рядом, они из Сириуса и пришли. Факт. Вы пришли, бочхары, а бочхары, вы кочевники, это что такое, что за факт? Вы вообще не с планеты? Какое вы имеете право на кусок земли? Вы не отсюда, вы с Сириуса. Какой Карабах Марабах вообще? Армяновидение не исчерпаемая сокровь, сокровь, сокровищница. Хочется сказать, говорит Ваганьян, еще об одном чрезвычайно важном для деревнейшей армянской и мировой истории факты. До оледнения, до всемирного потопа Арктика, Арктика была благодатным краем. Теперь вы поняли, да, вот эти парни из Баку там шутили, мутили, да, а мы смеялись, шмелялись и так далее, и там подобно. Люди историю пишут, и мы там шутили насчет Арктики, а тут читайте факты. Хочется сказать еще об одном. До оледенения полюсов до всемирного потопа Арктика была благодатным краем, где проживало 13 этносов и называлась страной богов. Сохранилась карта в скобках. Так ведь на древноармянском языке Арк означает страна богов. Это логическое чистое доказательство. Представляете, ученый, профессор, математик логический факт. У него вот, видите, да, вот, вот. Поэтому, да, они очень древние, очень умнейшие. Смотрите, что пишется. Это логическое чистое доказательство, что страна богов имела армянское название. А из этого следует, что в стране богов армяне были титульной нацией или руководящей кастой в Арктике. В Арктике, понимаете? Вы не смотрите, у них сейчас вот такая самая-самая неразвитая страна Армения, которую им устроили на Ированском ханстве, на землях азербайджанцев. Экономики нет, ничего нет. Там полтора штук армян живет всегда, деньги клячут, там инвестиции, инвестиции ни хрена нету. Это все ерунда Арктика, где были титульные нации армяне. Вот теперь представляете, с кем вы имеете дело? Эй, вы азербайджанцы, грузины, турки, мурки, русаки, хохлы, там, вы хоть понимаете, с кем вы имеете дело? Для меня? Пишет Ваганян. Нет, окончание тика Арктика живет. Арк мы поняли, это чисто армянское слово, Арктика была страной, где титульные нации были армяне, да? А тика еще есть живет. Тика концовка пишет. Окончание тика тоже можно истолковать проармянский, но это не имеет принципиального значения уже. Самое главное Арктика, Арк есть все, там начало конец не имеет значения. Самое главное в какой-нибудь слове найти букву А и Р, то есть Арктика. Нет, это все правда, елки-палки, они на самом деле так думают, так размышляют эти соседстанцы. Самое главное в любой слове, фразе найти Ар или Ян, все это армянский. Арктика и как там говорится детский лагерь Артек, тоже армянский. Для меня очевидно, что название Армении происходит от названия страны богов, не меньше. У них все это связано с богами, с сирусами, планетами, солнечной системой и так далее и там подобное. Это минимум, что может означать название Армении Хайк, страна богов. Сейчас в данный момент в Армении по статистике там я не знаю сколько, но примерно где-то 2 миллиона населения. Я сказал население? Черт тебя побери мысли. Не население. В Армении сейчас 2 миллиона богов живут. Это страна богов. Эй, вы людишки простые смертные какие-то вы обсуждаете вот как я сижу я знаете мне очень страшно потому что я сейчас сижу простой смертник тем более азербайджанец и рассуждаю богов их страну страну богов что ой 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 что со мной будет в аду гореть будут страна богов страна отцов страна армян Арктика они Арктику вот сейчас так называют Арк это значит страна богов Арктика страна богов и пишется дальше страна богов страна отцов страна Армян поняли да поняли то есть я не знаю как давайте я тоже немножко пошучу ребята вы сами тут доказываете что вы пришли то вы из Сируса пришли то из Арктики что вам в Карабахе в Азербайджане в Грузии Турции в Иране в России нужно я не понимаю какие у вас претензии земельные земельные какие у вас могут претензии к этим народам когда вы прилетели из Сируса приплели из Арктики заморозили там все заразы так ни себе и ни другим да это все ваше рук дело Арктика там все это заморозили сволочи вы же боги вы на это способны пока заморозили чтобы не испортился пришли другие земли заевывать да да сто процент так стоп вы же хитрые очень древние умные там заморозили чтобы там ничего не испортилось пришли на эти земли среди людей чтобы и этих людей доказать всем этим людям что они армяне и земли на которых они живут тоже древно армянские земли а потом разморозите Арктику да Антарктиду и так далее ах вы какие хитрюки южный полюс не знаю дальше читать южный полюс также имеет армянский а как тут не читать ну что это такое южный полюс также имеет армянское название пишет профессор уционы вагоня Антарк вы поняли да южный полюс имеется ввиду Антарктида Антарк означает леса из этого можно заключить что под лидами Антарктиды находятся несметные залежи угля и других энергоносителей я же говорю они все там заморозили заморозили и хранят елки палки для человечества вы думаете для себя нет их же всего полтора штук нет для человечества они же самые гуманные на свете самые самые пушистые для цивилизации берегут заморозили даже Антарктид Антарктид потому что там леса уголь ресурсы и так далее какие вы армяне спасебочки мерси а что касается греческих истолкований то они соответствуют постпотопному а постпотопному состоянии Арктики греческое название Арктики гиберборея означает потус извините да я не русский тут читаю вот эти эти импортные слова потусторону северных ветров короче проехали армянское столкновение истолкование армянское истолкование соответствуют допотопному состоянию плюсов и являются перевычными то есть вычеркиваем все греческое все древнегреческое все вычеркиваем из этого следует что армянский язык существовал существовал до всемирного потопа который по мнению Стивена Хокинга кстати его оказывается бабушка Стивена Хокинга тоже была армянкой покажу вам это да что показать это без сомнения у всех людей на земле бабушка армянки это даже без сомнения у меня тоже бабушка армянка я признаю чтобы главные отстали черт возьми бабушка моя тоже армянка Сиранушка зовут все вот где я там остановился а поменение Стивена Хокинга Париса Геруни и многих других серьезных исследователей произошел 12-13 тысяч лет назад получается неправильно считать греческую древность образцом древности я же говорю они вот вычеркнули честное слово вот я эту фразу не читал они вычеркнули и это испоганили то есть разрушили вот этот мысль о древногреческом языке и так далее там потом потому что там есть очень многое что не доказывает того на греческом древнегреческом языке не доказывает того что армян не говорят им невыгодно это язык следы славян прослеживается с до греческих времен такой уникальной исторической книги как книга Велеса нет ни у одного европейского народа давно пришло время пересмотреть всемирную историю истории индоевропейца древнейшие истории армян и славян подхалимствуют подкатывают к русским славянам и так далее для поддержки нужна же их история именно историю армян и нынешней Армении в этом регионе в нашем регионе за Кавказией именно писали русские историки для чего это вы знаете история армян и славян классификацию языков и приблизить их к истине то есть ко мне но кто позволит восторжествовать справедливости то есть вся история которая есть человеческая общепланетная они не согласны армяне с этим не согласны они предлагают пересмотреть и внести туда изменения единственное изменение то что все что есть вокруг все что существует это все армянское все и языки народов и национальности и территории и название растений и название вот этих паразитов животных короче все что мы видим вокруг это все армянское вот это изменение они хотят унести короче тут если читать прямо можно попасть дурдом дурдом тоже древноармянское слово вот вот он вот он смотрите утипути не могу я не могу что тут только не пишет а тут комментарий еще есть что тут писать один пишет я же говорю армяне не земляне они прилетели тоже он сам пишет спасибо автору поднял настроение о чем хотел сказать по мнению автора армяне прилетели из сируса и принесли с собой много чего в том числе и алфавит но на земле встретили тюрков а тюрк у них отобрал все кроме алфавита троллит жестко троллит смотрели искривленные и и и и и и и и и поняли что это какая-то ерунда и вернули обратно черт не могу как может математик знатный человек может нести такой бред а теперь все армяне начнут гордиться что и сириус их территория а еще говорят турки пришли а сами бог откуда прилетели автор еще просит лайки конечно уважаемый за такой юмор стоит ставить лайки ой интересный я чувствую эти есть комментарии но действительно это 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 я не знаю и и сараков скид давайте нейтрального человека почитаем тут армяне древние древние извините я сам ошибочный закосячил просто сказал армяне а надо было древние восхитительные впечатляющие армяне исключительные вот вот это хотел читать да посмотрим что Ваня пишет читая статьи над зене написанные армянами я пришел к мнению армяне леживые елки палки как ты смеешь Ваня закрой рот понял нет смотрите как он наших соседей называет армяне леживые хвальбушки двуличные агрессивные после даже не хочется даже после непонравшихся им комментариев тут же переписывает тебя к азербайджанцам и всяко оскорбляет ну это так после того как их правительство разрешило на своей территории разместить неподконтрольные им американские лаборатории я полностью изменил свое мнение об армянах эта статья не самая удивительная над зене оказывается самая древняя собака армянка по национальности ровесница динозавров самый древний народ армяне вот выиграли армяне с помощью оманской дивизии уже тоже перешел на троллинг который взял сделала берлин по поручению сталин жуков ракосовский и остальные маршали все согласовали с баграмьяном жестко крестовые походы целиком заслуга армян женщина армяне самой красивой в мире самый храбрый мужчина армяне тут я согласен именно армян вышел замуж за одного из братьев Вилья эту вещь надо сохранить их удающихся вклад в космонавтику не совпоставим с вкладом других наций потому что американец с фамилией Наян летал в космос космос азербайджан субонаров лакец а то что родился в Баку это ошибка природы они самые древние христиане потому что Иисус правильно армян они наказали азербайджанцев несмотря на то что за них воевали русские тангисты и летчики и убив их тысячи заставили сдаться конфликт в Карабахе сделали русский и лично горбатый Краснодарский край Ставрополь и города Сочи и Минводос исконно армянские территории инвестиции в Армении сыпается как из рога изобилия завод по производству коньяка никто никто Франции не продавал а дали поиграть на время самая красивая природа где правильно в Армении главные они наши друзья поэтому и врагов нам не надо ох какая образа смотрите русский пишет Ваня главные они наши друзья поэтому и врагов нам не надо красавчик Бабаджан это космос а Бюльбюль и Муслим это Плинтус тоже да видите по-моему он начитался наслушался тоже армян видимо по-моему русские цари сделали ошибку большую ошибку и не было бы у нас сейчас таких друзей как армян грузины и проеблаты какие-то обалдеть обалдеть 32 минуты дорогие друзья а я рассчитывал всего-то минут на 15 вот он герой сегодняшнего дня я бы назвал его героем человеком года потому что он открыл открыл такие факты человечеству даже видавшие даже такой как я которого удивить очень сложно все что касается с армянами даже он меня чуть-чуть немножко удивил молодец красавчик молодец дай бог чтобы таких побольше что-то